уважаемые любители моих фотографических экспериментов хотя иногда не носят вызывающий характер и читатели моих книг по фотографии сегодняшний такой небольшой выпуск будет посвящен самым базовым представлением о том как надо проявлять пленку это дело тонкое в том смысле что надо аккуратно соблюдать все правила которые сейчас изложу для того чтобы получить стабильный и скажем так воспроизводимый результат дело в том что пленка независимо от производителя на все-таки требует куриных яиц для изготовления эмульсии серебра и много чего еще хорошего и ценного включая высококачественную воду не везде это можно соблюсти не везде это можно проконтролировать поэтому такие заводы строятся во всяких таких местах где есть достаточно курей все достаточно чистой воды у нас например в переславле проявители которые выбирают для проявки пленки и гигантское количество я для получили приведу поучительный пример назидательный в юности когда меня беспокоило значит качество проявки я обратился обращался к всякой литературе исторической которые было много и в конце концов мне попался немецкий фотографический календарь за 1914 год несмотря на эту древность я был поражен речь шла 70-х годах здесь несколько сотен рецептов проявителей то есть порядка 700 рецептов различных фотографических растворов для проявления закрепления и корректировки негативов ну и позитив конечно занимательная вещь перед самой войной то есть торжество немецких технологий довоенной эпохи я тогда понял что перечитав эти все рецепты понял что биться с этим бесполезно надо работать по-другому и в скорости мне попалась руки еще одна книжка и штолд говорко справочник по фотографии не намного моложе 37 года в котором этот талантливый безусловно человек один может быть их из лучших таких скажем популяризаторов фотографии объясняет смысл и механизм составления фотографических растворов то есть в первую очередь проявителей то есть объясняет подробно как это сделать воспользовавшись этой книжкой еще несколькими химическими руководствами даже составил сам придумал несколько мир мелкозернистых самое главное в те годы была большая проблема противоориольных проявителей которые работают хорошо на пленке в ночное время но не об этом речь из этих книжек я понял самое главное что собственно говоря пленка раскрывает свои свойства только тогда когда вы проявляете ее теми проявителями на которых она рассчитывалась и создавалась то есть теми проявителями которые раскрывают полностью ее широту спектральной чувствительности разрешения конечно есть и другие требования иногда нужно действительно снять ореолы или увеличить чувствительность пленки то есть делать пуш процесс то есть повысить ее чувствительность искусственно но лучше это все делал до съемки там изменяя сенсибилизацию если уж так закряхтелось я это делала обычно для того чтобы понять как делать нужно освоить прочитать хотя бы одну книжку я уж про микулина не говорю ну хотя бы там элементарную фотографию которая ровесница мне тоже полезная книжка есть и более позднее издание и что говорка то есть замечательная книжка уже 64 года свежачок которая называется фотосъемка и обработка он действительно в этом хорошо понимал разбирался и глубоко мог оценить результаты этой работы вот собственно говоря этих компонентов и достаточно а сейчас посмотрите пожалуйста ролик посвященный тому как я это непосредственно делаю пленки обрабатывать обрабатываю одинаково как для узкопленочной так и широкопленочной в данном случае хасельблат камер посмотрите надеюсь вам понравится на отвечая на вопросы любители фотографии могу сказать что среди всех представленных пленок а именно это и хармон илфорд акфа илфорд в разных вариантах все-таки самое лучшее по эмульсии подвернул сейчас это фому пан я ничего не рекламирую просто даю отчет о том о тех испытаниях и о том личном опыте который получил сам в результате испытания этих пленок на лейке м а приятного просмотра меня часто спрашивают а как я проявляю пленки собственно говоря хитрого здесь особенно ничего нет вопрос сначала стоит выбор бачка бачков тьма тьмуще а из старых времен тоже осталось крайне много бачков я использую старые советские бачки вот с такими крышечками которые легко снимаются то есть отваливаются вот такие и одностороннюю спиральку что это означает это означает что ребрышки только с одной стороны здесь нет держатель почему ну во первых надежнее заряжать во вторых здесь большие просветы что не позволяет удерживаться пузырькам воздуха это очень важно есть другие версии очень распространены бачки вот с такими двухсторонними спиралями заряжать намного менее удобно и к тому же здесь надо очень интенсивно мешать иначе пузырьки воздуха появится эти бачки понадежней покомпактней вот такие потому что есть фиксатор крышки вот она можно зафиксировать ничего не вываливается для начинающих это хорошо фото бачок для пленки советский значит это один вариант другой вариант более распространенный похожие на современные это двухспиральные бачки у которых тоже спираль сверху и снизу и таким образом двухспиральные две спирали эти пленка держится с двух сторон мне это не очень нравится тоже но для цветной обращаемой пленки где например засветку можно проводить внутри бачка тоже годится но это сборно разборной здесь и узкая пленка и широк они выглядят вот так примерно в советские времена выглядели ну а сейчас они чуть-чуть по-другому выглядят могут быть красненькие могут быть щуки но от этой суть от не менее ну и последняя извращенческая модель самоделка которая сделал почти 40 лет назад из нескольких бачков то здесь раз два три четыре пять шесть шесть пленок почему берется такой бачок разрезается пополам вставляется советскую канализационную трубу и подгоняется спираль вот так все получается закрывается точно также для чего это нужно это нужно было в те времена когда цветная обращаемая пленка была в дефиците а еще в большем дефиците качественная проявка и поэтому литр как раз занимал половину этого бачка и можно было его катать по полу или катать в теплой ванне как термостабилизатор и получать необходимое качество проявки цветной пленки очень удобная вещь я сделал 40 лет назад и сколько пленок правильно было я уж и не припомню делается просто достаточно канализационных труб достаточно до сих пор вот замечательных пластиковых и неактивных поэтому рекомендую при больших массивах как цветной так и черно-белой пленки вполне годится что я делаю дальше дальше вот я получаю пленку отснятую беру эту пленку заряжаю сюда это достаточно удобно а с водно-спиральным то есть одной с одними ребрышками заряжаю естественно в темноте и дальше и погружают сначала в водичку просто ту самую водичку которая льется из-под крана но прежде чем налить эту водичку из-под крана не надо там делать дистилляки всего нужно взять что-нибудь хорошее мне например повезло у меня прекрасный материал из эротического женского белья я напяливаю это дело на кран и привязываю проволочкой почему потому что то что течет из-под крана заставляет желать лучшего вот эту воду мы наливаем и проверяем ее температуру для этого очень полезно иметь вот такое устройство с помощью которого без всякого градусника данном случае 19 7 можно заняться измерением температуру быстро эффективный мыть не надо и я воду наливаю такую же точно как у меня будет проявители фиксаж и размачиваю пару минут пленку в этом первом бачке когда все готово я значит что делаю я в темноте естественно переставляю эту спиральку в проявитель и засекаю время на часах у меня советская электроника зелененького цвета работающий от электричества это удобно потому что это не активный свет я нажимаю кнопочку поехали значит и сейчас я проявляю в проявители d76 можно покупать проявители фирменные можно покупать готовые наборы для развески все это замечательно но есть тонкость вы не знаете кто и что туда навешиваю поэтому я покупаю химически чистые реактивы это доступно и спокойно размешиваю это все самостоятельно то есть не обязательно покупать готового фото набора и надо сказать что в больших объемах а я обычно развожу где-то два литра проявителя он стабилизируется намного лучше проявитель пусть прежде чем налить сюда я опять использую вот этот драгоценный фильтр из женского белья потому что он синтетически это и очень мелкий хорошо работает я фильтрую проявитель и фиксаж потому что кроме воды с камушками и песочком впрыть ли фиксажи может быть всякой тоже гадость после того как я проявил помешивая регулярно обычно использую 10 минутные проявители d76 как в данном случае потом я полоскаю это дело где полоская плоская в воде у меня еще один бачок от все в темноте происходит я представляют поласкиваю минуты-полторы и помещаю фиксаж фиксажи фиксирую в два раза дольше чем нужно для из исчезновения следов изображения все результат у нас появляется то есть очень незатейливая система требующая в данном случае четырех бачков на самом деле неплохо иметь и 5 он у меня естественно есть вот ведь все с пленочкой очень хорошо получилось это как раз пленочка для ролика посвященного очень специфическому сравнению продолжаем ее фиксировать поскольку она фиксирует стоп 16 минут все рекомендуют фиксировать там 10 12 минут фиксируйте полчаса и промываете минут 40 тогда она переживет вас позаботьтесь о будущем вашему потомку будет интересно посмотреть как именно там сходил с ума их дедушка или прадедушка но в конце когда пленка вот это будет промыто нужно сделать еще одну операцию нужно взять вот этот бачок из-под размочки и туда капнуть немножко очень дешевого шампуня или специального улучшателя для автопленка просто 10 раз дороже я использую тривиальный самый дешевый шампунь для волос который является такой же точно химической эрундистикой как и водоумягчатель капнуть капельку развести разболтать окунуть пленку подержать минуту и потом уже повесить вот собственно говоря и все вопросы связанные с проявкой фото пленки